Всем привет! Виталик Лидович. Виталик, скажи вопрос номер раз. Как ты вообще начал, как ты занялся веб-разработкой? Потому что я знаю, что ты очень давно этим занимаешься. Как вообще ты пришел к этому? Я начал заниматься еще в 98-м, когда тогда еще было VRML, DHTML и все эти дела. И тогда мне это закрутило все немножко. И потом, когда меня здесь перевезли в Германию, я просто искал какую-то работу, которая бы основывалась бы на том, что я уже знал в тот момент. И появился проект в университете, где я учился, на веб-мастера. Там образовательный проект небольшой. И я прямо засел и начал, там все началось. И параллельно я просто начал заниматься филансингом. О, прикольно. И как-то и так все и прошло. Да. Что тебе нравится в фронтенде? Вот почему фронтенде? Наверное, мне нравится больше всего то, что все меняется очень быстро. С одной стороны, это сложно. С другой стороны, просто это очень динамическое, скажем так, место, где можно постоянно что-то новому учиться, постоянно что-то новое узнавать. И постоянно ходить какие-то трюки. И приходится быть очень креативным, потому что очень много условий в фронтах. Как сказать, клиентов, что касается технологий и так далее. Приходится крутиться и вертиться, чтобы ходить трюки, которые работают. Мне кажется, это очень креативно просто. Класс. И поэтому это мой мир. Супер. Что ты делаешь в свободное время? Не знаю. Расслабляешься? Чем занимаешься? Для меня очень важно заниматься спортом. Спортом? Комментировать, писать. Я очень люблю писать. Читать. Просто, как бы, какие-то вещи, которые совершенно не связаны с тем, чем мы занимаемся. Да? И, не знаю, как-то, я всегда люблю писать. Для меня это, скорее, не работа, а опыт. Поэтому, вся моя работа, это, как бы, опыт. Так, вечером все, что угодно. Я очень плохо готовлю, но хотелось бы лучше заготовить. Действительно путешествуюсь, постоянно как-то не нужно особо заготовить. Это, как бы, для меня сейчас надо сделать лицо. И вы учите испанский. Супер. Благодарю. Спасибо. Понятно? Учите испанский.